Выход США из договора АПРО, противоракетной обороны, а помните, ведь фактически впервые на весь мир, вы об этом сказали в 2007 году в Мюнхене, тогда же говорили о том, что США начинают распространять свою юрисдикцию на другие государства, и как это все может быть опасно, да, многополярный и однополярный мир, тема тогда была ваше выступление. Ну вот прошли годы, тогда вас никто особо не слушал. Теперь и Евросоюз, и Канада получают торговую войну от США. Недавно к вам приезжали канцлер Германии и президент Франции в разговорах, вот понятно, что не публично, но хотя бы в разговорах. Говорят они что-нибудь о том, что пора бы уже выходить из санкций против России, или они все еще ждут разрешения от Вашингтона? Ну, ведь дело не только в наших разговорах с глазу на глаз, хотя и такие, это значительная часть самого переговорного процесса, и с лидерами Франции, Федеративной республики Германии. Ну, сейчас я был в Австрии с австрийскими нашими друзьями, и с представителями многих других европейских стран. Ну, я уже не говорю про Азию. Ну, они говорят не только это на ухо, они публично уже говорят. Вот один из министров французского правительства недавно публично же сказал о том, что нельзя допустить, чтобы США превратились в экономического жандарма в мире. Ну, он же сказал даже публично об этом. Бывший министр финансов ФРГ несколько месяцев публично сказал о том, что Федеративная республика после 1945 года никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством. Вот, конечно, видят, что все, видят, что происходит. Но, видимо, наши партнеры думали, что их никогда это не коснется. Вот такая контрпродуктивная политика, связанная с ограничениями и санкциями. Но сейчас мы видим, что это происходит. Ведь введение, скажем, запретительных пошлин на сталь, на алюминий, не только для Европы, но и для Канады, для Мексики, по сути, это и есть санкции. Это только по-другому сформулировано. А на самом деле это так и есть. А за что? Они разве аннексировали Крым, как говорят многие наши партнеры? Нет. Это связано с прагматичными национальными интересами Соединенных Штатов, так, как понимает эти интересы сегодняшнее руководство. Это возвращает нас к тому, о чем я уже говорил. А именно к тому, что нам нужно выработать единые, единообразно понимаемые и твёрдые правила поведения, как в сфере безопасности, так и в сфере экономического взаимодействия. Понимание этого процесса, конечно, есть. И когда в 2007 году я выступал со своими тезисами, так скажем, в Мюнхене, которые часто все эти годы цитируются, я тогда столкнулся с тем, что многие мои коллеги рассердились, говорили, что это было слишком жёстко, что было неуместно. Но о чём ведь я говорил? Я говорил о том, что те же Соединённые Штаты распространяют юрисдикцию своих законов за пределы национальных границ, и это неприемлемо. Вот именно это и происходит сегодня, но уже в отношении наших европейских и других партнёров. А почему происходит? А потому что никто не хотел, как вы сказали, слушать, и никто ничего не сделал для того, чтобы эта тенденция прекратила развиваться. Вот, пожалуйста, кушать подано, садитесь, как в известном фильме говорили, но не буду приспорить, звучит это достаточно грубовато, садитесь и есть, пожалуйста. Но не будем здесь иронизировать на этот счёт, важно другое. Важно то, что приходит осознание того, что нужно садиться за стол переговоров и вырабатывать все приемлемые для всех правила поведения, которые позволят мировой экономике эффективно развиваться. Владимир Владимирович, в антироссийской риторике, в вопросах антироссийских санкций, мне кажется, в соревнования с Вашингтоном вступил Лондон. И, в общем, в какой-то момент даже показалось, что вышел на уверенное первое место. Сначала нас пытались британцы лишить права принимать чемпионат мира по футболу. Не получилось. Затем на весь мир прогремело дело Скрипалей. И очень-очень громко. Я процитирую один из вопросов на эту тему. Он пришёл от студентки Анастасии Федосовой. Что значит ситуация со Скрипалями для России и будем ли мы отвечать на обвинение? Я уже много раз говорил на это, не знаю, стоит ли добавлять. Если, как утверждают Британии, против этих людей было применено боевое отравляющее вещество, то эти люди погибли бы в течение нескольких минут или секунд на месте. Этого, слава Богу, не произошло. Значит, мы имеем дело с чем-то другим, а не с боевым отравляющим веществом. Но нам бы очень хотелось, чтобы нам дали возможность, во-первых, доступа, как минимум, к нашим гражданам, к Юле в данном случае, и дали бы возможность полноценно принять участие в расследовании. До того, как это произойдёт, нам трудно что-либо комментировать. Владимир Владимирович, продолжая тему антироссийских санкций, которые принимают британцы, давайте спросим про крупные неприятности российских предпринимателей, которые сейчас имеют немалые активы на Западе и сейчас переживают эти неприятности. Их начали, говоря там, по-нашему, кошмарить. Но вот проблемы возительно серьёзные у Романа Абрамовича, например, это какая-то такая новая серия вот этого сериала «Богатые тоже плачут». Что Вы посоветуете, кстати, спрашивают некоторые наши зрители? Да, значит, вот по поводу представителей крупного бизнеса российского, я уже говорил, причём несколько лет назад, на одной из публичных встреч с представителями нашего бизнеса. Ну, правда, прозвучало это достаточно грубо. Я сейчас не буду воспроизводить дословно, что было сказано, но не грубо, но грубовато, так сказать. Но я предупреждал о том, что такое развитие событий, с которым мы сталкиваемся сегодня, возможно. И, предупреждая об этом, рекомендовал в своё время нашему бизнесу держать, во-первых, свои капиталы на родине, в России, держать капиталы там, где они заработаны, использовать их для развития российской экономики, и чтобы обеспечить безопасность их применения. Вот смотрите, в 2008 году, когда мы столкнулись с известными событиями кризисного явления в мировой экономике, который пришёл извне, в том числе к нам, многие наши крупные компании попали в сложную ситуацию, поскольку набрали большое количество кредитов в западных финансовых учреждениях и попали на так называемые маржин-коллы. То есть, их залоговая масса резко упала в стоимости, и они должны были в соответствии с кредитными соглашениями либо погасить их немедленно, эти кредиты, либо добавить какую-то новую залоговую массу. Иначе они могли потерять эти активы. Что мы сделали тогда? Мы докапитализировали Внешэкономбанк специальным законом, забрали себе их кредиты. Хотя многие из них тогда готовы были за рубль отдать свои предприятия, я, будучи председателем правительства, сказал, нет, мы вам поможем на определённых условиях, заберём ваши кредиты, и вы будете иметь возможность их потом выкупить у нас. Так и произошло, когда ситуация стабилизировалась, они выкупили, и они остались собственными предприятиями. И правительство получило выгоду, потому что делало эти шаги на определённых условиях. В принципе, всё прошло нормально. Но это мы делали, это российское государство делало, российское правительство в отношении тех активов, этих предприятий, которые мы считали важными с точки зрения обеспечения национальных интересов. Кто же будет им помогать за границей? Их только там преследуют и создают условия, невозможные к работе. Это тоже большая ошибка тех, кто это делает на Западе. Ведь вот все эти ограничения, все эти преследования нашего бизнеса, они в конечном итоге к чему приведут? Ну, скажем, сложности в использовании расчётов в долларах, они к чему приведут? Они подрывают доверие бизнеса, причём не только нашей страны, но все же смотрят на то, что происходит. Все смотрят. Подрывают доверие к экономической политике ведущих экономических стран мира. Вот доллар – это сегодня универсальная резервная валюта мировая. Евро пытается там как-то взять на себя отчасти этих функций, ну, отчасти это получается, но всё-таки доллар – это сегодня единственная такая универсальная валюта. Но если правительство США ограничивает расчёты в долларах, это подрывает доверие к доллару. И можно добиться каких-то 7-минутных результатов, и то это вряд ли, но тем не менее, ну, чего-то там они думают, что они достигнут какого-то положительного результата, причём не в экономической, а именно в политической сфере. Но в долгосрочную это подрывает доверие к такой политике. И все же думают, а как бы создать новые универсальные валюты, как бы перейти на расчёты в национальных валютах. То есть, по сути, они пилят сук, на котором сидят. Я уверен, что это контрпродуктивно и вредно. И для тех, кто это делает, ну, и, конечно, для всей мировой экономики. Но это, уверен, тоже пройдёт.